Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в моей рубрике «Коротко о главном по здоровью» будет важная тема, и она очень интересна будет, особенно для новых зрителей моего канала. Итак, какой же орган, который ранее ученые не считали таковым, формирует иммунитет всего организма, противостоит многим инфекциям и даже раку, и влияет на наше настроение? Это наша кишечная микрофлора, но только симбиотическая, родная нам, естественная. Продукты ее жизнедеятельности воздействуют на наши иммунные клетки, активизируют Т-лимфоциты. Это и защита от вирусов, бактерий. Ее продукция влияет на эндокринную систему организма. Например, на выработку поджелудочной железой глюкогона. А это гормон, который необходим для распаковывания законсервированной, скажем так, глюкозы в виде животного крахмала, который называется гликоген, в мышечных тканях, в печени. Это как бы запас необходимой энергии на всякий случай. Продукция кишечной микрофлоры даже защищает центральную нервную систему и непосредственно головной мозг некоторыми продуктами своего метаболизма. Например, масляной кислотой. Она в том числе необходима для очищения головного мозга от продуктов метаболизма. Кишечная микрофлора поставляет нам очень важные жизненно необходимые питательные вещества, которые она синтезирует в результате своего метаболизма. Это и различные витамины, это и жирные кислоты, это и аминокислоты. Но синтезирует их она только если она здоровая. Если она не подавлена, не замещена вредной патогенной кишечной микрофлорой, которую человек, к сожалению, взращивает своим неправильным, неестественным питанием. Ну а если симбиотическая кишечная микрофлора здорова, то и сам человек, ее хозяин, тоже остается здоровым, коим он и должен быть от природы. Чтобы эти функции нашей родной кишечной микрофлоры работали в должной мере, нужно правильно ее кормить. Так какая же пища для нее нужна? Какая пища является родной, необходимой для нашей кишечной микрофлоры? Так вот, питание нашей родной кишечной микрофлоры, это живая, термически необработанная, ферментируемая клетчатка. И устойчивые крахмалы, не все крахмалы. Именно ферментируемая клетчатка переваривается нашей родной симбиотической микрофлорой, так как это ее родная пища. И нам очень важно знать, в каких же продуктах, которые мы едим, содержится ферментируемая клетчатка. То есть та клетчатка, которая способна к ферментированию благодаря работе нашей симбиотической кишечной микрофлоры. То есть другими словами, дорогие товарищи, нам просто необходимо жизненно знать, что же нам необходимо есть, чтобы оставаться и быть здоровыми людьми, причем не только в данное время, и в долгосрочной перспективе. Да, часть клетчатки, попадая к нам в организм, проходит как бы транзитом, выполняя, впрочем, много важных функций. Это и снижение плохого холестерина, и работает как сорбент, и много других важных задач и функций выполняет. Но часть клетчатки ферментируется нашей родной кишечной микрофлорой. Я очень настоятельно вам рекомендую посмотреть мое видео, наиважнейшее видео, почему клетчатка жизненно нам необходима. Так вот, к ферментируемым волокнам растворимой клетчатки относятся. И нулин, это такой полисахарид, бета-глюканы, очень необходимые полезные вещества, олигофруктоза и пектины. Это ягоды, фрукты, орехи, бобовые. Но из бобовых я рекомендую есть только чечевицу, потому что в других бобовых много лектинов, а лектины это такие белки, которые вызывают воспалительные процессы. Ну и в этих продуктах, конечно же, не все волокна ферментируемые. Тем не менее, на эти продукты нужно обратить особое внимание. Они, конечно же, нужны нам. Вторая группа, чем питается наша родная симбиотическая микрофлора, это устойчивые крахмалы. Вообще, крахмалы полисахариды, это полимеры глюкозы. И продукты питания, содержащие их, плавно повышают уровень инсулина в крови, так как постепенно, перевариваясь, выделяют глюкозу в кровь. И уровень глюкозы, а значит, гормоны инсулина плавно в крови повышаются. Помните, если вы хотите быть здоровыми людьми, нужно держать нормальный низкий уровень глюкозы и инсулина в крови. Без сильных скачков. Низкий уровень инсулина предотвращает организм от воспалительных процессов. Не ешьте никогда синтетические сахара в виде всяких пряников, печений, тортиков и так далее, куда добавлен синтетический сахар. И даже ешьте как можно меньше натуральных продуктов, которые содержат глюкозу и фруктозу. Я говорю о фруктах и ягодах. Хотя бы пока временно, и тем более, если у вас есть серьезные заболевания, от различных аутоиммунных заболеваний, сахарного диабета до онкологии, тогда это условие непременно нужно выполнять. Захотите в этом разобраться, тогда обязательно смотрите мое видео, почему мы не можем питаться только плодами. Вам важно это знать, поверьте. А устойчивые крахмалы, дорогие товарищи, не могут перевариваться в кишечнике, поэтому они и не могут повысить уровень глюкозы в крови. А это что? Это бобовые, орехи и злаки. Но злаки, некоторые орехи и некоторые бобовые содержат много лектинов. А это, как вы уже знаете, белки, которые вызывают воспаление, и лучше их не есть. Чтобы не было путаницы в этом вопросе, чтобы вы полностью владели данной информацией, и вас никто не мог обмануть, обязательно смотрите мое видео «Синдром дырявого кишечника». Все эти видео, которые я рекомендую вам посмотреть, будут под этим видео по ссылочкам. Кстати, при варке картофеля и риса тоже образуются устойчивые крахмалы, но в этих продуктах есть и клейковина, а клейковина, то есть вареные крахмалы, очень вредны для печени. Посмотрите мое видео о печени. Так что же важно есть для нормальной работы нашей симбиотической кишечной микрофлоры? Другими словами, какие продукты самые необходимые и самые полезные для нас с вами? Из луковичных это лук, чеснок, лук-порей, зеленый лук, лук-шалот. Из крестоцветных это белокочанная, совойская капуста, брюссельская, брокколи, цветная капуста, горчица и зелень разных видов капуст. И, конечно же, проростки брокколи. Из корней клубни-корнеплодов это топинамбур, батат, свекла, лопух, корни цикория, корни одуванчика. Очень полезный и лечебный продукт. Другие и разные продукты. Это артишок, спаржа, это молодые проростки папоротника орлика, которые, кстати, можно засаливать, ферментировать и хранить весь год. Это кабачковая мука без семян кабачков. Это сельдерей, как листья, так и корнеплоды. Это, безусловно, листья и корневища одуванчиков. Это зеленый горошек молочной зрелости. Крапива, сныть, шпинат и другая зелень. И, конечно же, грибы. Начиная от лисичек и белых до вершинок и шитаки. Кстати, про грибы у меня очень много видео на канале. В период серьезных болезней, обострений болезней, рекомендую овощные соки по норму Нокеру. Дорогие друзья, очень важный момент. На мясной кето-диете, особенно на палео-диете, где в рационе нет вообще никакой растительной пищи, непременно со временем возникают запоры и другие серьезные проблемы с пищеварением, а значит, со временем и со всем организмом. Почему? Да потому что просто гробится кишечная, родная нам симбиотическая микрофлора. Кстати, замещается она патогенной как раз. Поскольку для родной, симбиотической нам кишечной микрофлории просто нет родной пищи, ведь ее пища, как вы теперь знаете, безусловно, клетчатка, растения. И вот через несколько лет такой псевдо-диеты может быть онкология. Хотя на начальных этапах перехода вот на такое мясное кето-питание, напротив, рак проходит у некоторых людей. Но именно потому, что убирается главная пища онкоклеток, это глюкоза и фруктоза. То есть простые, быстрые сахара, которыми онкоклетки питаются во много раз больше и быстрее, чем любые другие родные клетки нашего организма. Подробнее об этом смотрите обязательно мое видео «Кето-питание. Веганская кето-диета». А если захотите разобраться в вопросах онкологии, смотрите мое видео «Общие принципы лечения онкологии». Хотя на мясной кето-диете, конечно же, и вес снижается быстро, ничего тут удивительного нет. И физическое состояние в первые месяцы и даже годы у некоторых людей улучшается от того, что было. И здесь тоже ничего удивительного нет. Но это только временно. Без клетчатки, без овощей, зелени, жизни нет. А ведь кето-питание может быть безвредным и даже полноценным. Да, мы и сами можем ферментировать некоторые продукты питания, как бы тем самым помогая нашей кишечной микрофлоре, упрощая задачи нашему пищеварению, увеличивая КПД всасываемости питательных веществ. Такие методики сейчас существуют. Низкотемпературные ферментации. Потому что при варке и жарке разрушаются очень многие питательные вещества, например, многие витамины. При ферментации многие сложные вещества распадаются на более простые, которые легче с меньшими энергозатратами усваиваются нашим организмом. И в этом, конечно же, есть смысл. И еще моя рекомендация. Долго жуйте пищу. Потому что она в ротовой полости обрабатывается ферментом птиолином, слюной амилазой. Ведь наше пищеварение начинается уже в ротовой полости. Об этом можете посмотреть в моем видео «Пищеварение». Уважаемые зрители, хочу вам порекомендовать наш сайт nadgar.ru, где вы можете найти очень многие важные продукты, овощи, зелень, сделанные из них порошки вакуумной СО2-экстракции, то есть с сохранением почти 100% питательных веществ. Есть у нас и порошки брокколи, шпината, крапивы, сныти. Есть у нас и семена брокколи, которые нужно проращивать обязательно. Посмотрите мое видео про брокколи. Есть у нас и уникальный чистый продукт бета-глюкан, который мой коллега даже в Германию экспортирует. Очень советую вам посмотреть раздел «Отзывы о наших продуктах и товарах». Смотрите обязательно мои лекции, которые сегодня я вам рекомендовал. А помимо этого, вот еще какие. Хлорофилл и гемоглобин, дисбактериоз, куркума и черный перец, и, конечно же, синдром хронической усталости. Если вы посмотрите все те видео, которые я сегодня вам дал в рекомендациях своих, то вы поймете о своем организме практически все. Вы вспомните все те ситуации, которые были у вас проблемные, вы поймете, от чего были те или иные проблемы, и главное поймете, как не допустить их в будущем, потому что вы будете знать, как устроен наш организм, какие процессы управляют негативными и положительными явлениями. И будете разбираться в этих явлениях не хуже, а даже лучше многих нынешних медиков. Ну а на этом все. Желаю всем вам, честным, хорошим, порядочным людям, крепкого здоровья, здравомыслия, и до новых встреч. И обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте рядом колокольчик, чтобы не пропустить выход моих новых видео. Ну и, конечно же, ставьте лайк, поддержите мой канал и мои видео своим голосованием. Ну а на этом все. До новых встреч.